Слава нашему Господу! Слава Святому Богу! Аллилуйя! Бог сегодня открывает, говорит о мире, о Шаломе. Псалом 121. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя. И я, наверное, вчера гневала Бога. У нас был шаббат. Я вышла на работу в субботу. Но так Бог дал, что я не навела будильник. Но проснулась в 4 утра. Вставать была рано на первую смену. И я в 4 утра все-таки навела будильник. Просто хочу сказать, что я уже несколько дней мало смотрю, что происходит на фронте. И Бог дает мне сегодня говорить о мире. Шалом, шаббат, шалом. Эти слова связаны. Наверное, все-таки есть великое откровение о мире. Что предшествует миру? Шаббат, суббота. Ну, не избегнуть звучит мне слово. Мир так устроен, что грешит. И мы нарушаем субботу. Да, сразу все сказывается. Так оно так видно, заметно. Когда я уже несколько недель работала по 5 дней, у меня ничего не болело. Я отработала 6 дней. Работа тяжелая. На ногах постоянно, в движении. Очень сложная работа. Уже тянет вена на левой ноге, на правой болит колено. То есть явно есть духовные законы, которые влияют на физически. То есть, если Бог сказал, что 6 дней работы, 7-ой отдыхает, так это знак не для того, чтобы издеваться над людьми, которые имеют такую веру по Слову Божьему, а для того, чтобы бояться Бога. Ну, кому открыто, что жизнь на земле? Мало. Многие мечтают о жизни в духе вечной. Ну, вот мои оппоненты, которые меня преследуют уже третий или четвертый день в комментариях. Я уже не успеваю реагировать на их комментарии. Вот. Ну, слава Богу, Господь сразу дает. И причем по Слову, которая звучит у них. Вот самый интересный ответ на вопрос. Они проповедят о том, что ездили с Папой Римским, Франциском, встречался вот по Руси Христос и имамом, я не знаю, имени встречался. Вот. И тут же я слушаю в 18-ом году у нее блогера Яны Сластиной, которая, или это половинка по Руси, или кто, они там проводят какие-то духовные практики. И, слава Богу, за духовные практики, но, пожалуйста, не унижайте Бога. Потому что Бог не такой, который будет спасать людей, которые приедут к Нему и только после того, как с Ним пообщаются, спасутся. Бог дал Слово, вечное Слово, живое. Ему больше ничего не надо, только жить по Слову. Безумцы пренебрегают мною. Читает вот это вот Яна Сластина из Хагавадгиты. Песнь Господа, да? Безумцы пренебрегают мною, встречая меня в человеческом, человеческой, телесной форме, ибо не ведает моей высочайшей божественной сути, думает, что я человек. Кто есть человек, об этом говорится у себя в видеоблоге. Вот я ее послушала дважды. Второй раз, чтобы записать эти слова. И я углубилась, я понимаю, что Бог обличает сразу же. Многие вещи, слова, которые Бог дает вам, открывает, Он в первую очередь дает для вас. Вы же говорите, что ты Бог по Руси, и уже имя новое. Ты Бог, ты Господь Бог. Иисус Христос только в новом теле. Новое тело имеет новое имя и союз какой-то. Я не знаю. Но извините, вам же Бог показал вот через Хагавадгиту, Песнь Господа. Безумцы пренебрегают мною, встречая меня в человеческой, телесной форме, ибо не ведает моей высочайшей божественной сути, думающей, что я человек. Вы понимаете? То есть вы сейчас, цитируя это слово, вы сказали всем, кто к вам приезжает, что вы, они безумцы. Вот Хагавадгита об этом говорит. Вот это все, что я могу сказать сейчас всем, кто поддерживает Парусию, потому что они очень много мне пишут. Просто уже у меня нет возможности им отвечать. Дальше. Я хочу сказать, что шалом это не только мир, но в украинском языке это шлем. Шалом, шалом. В русском шлем переводится. Понимаете? И я вспомнила, что Ефесянам это местописание встречается. Я уже его читала, когда я изучаю буддизм. Или у кого-то там проповедуется, какой будет их пророк, который придет. Или Майтре, или кого-то мы имели в виду. Я уже не помню. Который должен иметь какое-то вооружение. Какую-то защиту. Вот. И я вспомнила это местописание Ефесянам. Шлем спасения возьмите. Возьмите. Шлем спасения возьмите. И меч, который из Слова Божьего. То есть шлем спасения, шалом. Я думаю, что это надо брать. Именно покой в субботу. И сразу идет меч. Духовное слово. Шлем, который... Шлем, шалом. Мир спасения. Это суббота. Это очень важная заповедь. Мы, скорее всего, можем научиться выполнять все десять заповедей. Но вот именно вот эта вот четвертая, светит суббота, она настолько вызывает еще много противления у мира, который он научился уже в воскресенье. Но такое дело. Но именно благодаря этому мы можем дальше жить. Мы тело Христово. Я обращаюсь опять к тем, кто меня не принимает. Кто крал, пред не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйтесь от того Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас. Не будьте друг к другу, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Вот такое назидание время, 4 глава, в последней стихе. Давайте жить честно. Давайте работать. Давайте зарабатывать деньги. Как можем, конечно, и учить мир, светить в субботу. Как-то через какие-то сложности, жертвы, конечно, потому что я уже спрашиваю, я обязательно нужна? Я обязательно нужна. Можно без меня обойтись. Уже приняли закон, что нам будет опять платить двойную зарплату. Но я не потому вышла, а только потому, что там просто некому было работать и меня заменить. А у меня именно работы хватает. И я хочу сказать, что у Бога все предопределено. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимая славу от человека, но, зная вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Не надо принимать славу от человека. И следующий стих. Вы не имеете любви к Богу. Понимаете, если человек ищет славу себе, то он не имеет любви к Богу. А Бог говорит, что вы говорите, что вы меня любите, а ближнего не любите? Ближнему нужно помочь, признать истину, научиться смиряться с неизбежным. Когда я говорю о том, что рождаемое законно. Надо же об этом говорить. А на меня просто меня оскорбляют. Сейчас в личке, в личку что пишут, я открываю, что они там пишут. Во-первых, я проповедую слово, я открытая. Я никогда не буду принимать информацию в личке. Я очень открытый человек. Я никаких тайных договоров не буду ни с кем вести. Вот мне Бог открылся. Лень и трудолюбие. Вот об этом читайте. В пути лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят. И во прах ты, и в прах возвратишься. Если вы считаете, что жизнь вечная после смерти, так Бог говорит, что ты в прах возвратишься. Надо жить так, чтобы спасался и тело, и душа, и дух. То есть так, об этом надо говорить. Об этом. И я вот проповедую своей жизнью, что чтобы спасать тело, в первую очередь нужно светить субботу. Потому что если вы будете тяжело работать, то вам денег на лекарства не хватит. Я не говорю, что это сагон можно научиться соблюдать. Нет, это очень сложно. Очень сложно. Это очень сложно найти. Такая договоренность, может быть, когда-то будет. Но не сейчас. Потому что так устроено производство, которое не терпит простую. Есть какие-то еще нужды. Вот. Поэтому люди выходят в субботу работать. Но есть еще воскресенье. И поэтому сегодня уже у меня воскресенье общение как бы с родными, там какой-то у меня Бог забрал. Я просто не отключил телефон. Я ни с кем не связываюсь. Сестра приглашает сегодня в гости, я отказала. Поэтому после такой субботы у меня идет такое воскресенье, когда я мало что могу сделать в общении для Бога. Вот. Кстати, сегодня я должна была провести хлебами. Но видите, что такое нарушать субботу. У меня уже организация страдает. Я хлебопреломление, может, проведу позже. И вот еще этот стих, который звучит сейчас очень постоянно. Потому что Исаила, Парусия, он говорит, что он Бог и второе пришествие Бога, Парусия. Это второе якобы явление, или как это переводится, это слово Парусия. Пришествие. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился воплоти. То есть... То есть, Иисус Христос, который умирал за наши грехи, он был воплоти. Но это Сын Божий. И если мы говорим, что человек Бог, то, извините, это всё? В Него больше у Бога нету занятий, как только ходить человеком по земле? Серьёзно? Вы серьёзно? Вот, например, очень хочется мне сейчас прочитать один комментарий, который меня очень поразил. Это последний комментарий, который я прочитала. Я немножко, так сказать, обиделась опять, потому что Я не знаю, за что меня так люди возненавидели. Ирина Читова, тут ещё появилась несколько комментариев. Уж раз взялась проповедовать, да, то говорить нужно истину, а не свои домысли от своего ума. Так вот, я хочу сказать, это вас по Руси говорит свои домысли от своего ума, а истина в Слове Божьем. Я максимально цитирую Слово. И если не поняли Слово Господа, то искажайте, не искажайте. Но у вас только искажение, извините. Кого вы на небе собрались искать? Я не говорю, что на небе искать. Я ответила ей сразу, что я сказала искать Бога в Слове. Она мне цитирует на 16 минуте. Я сказала, что ищите Бога, который на небе. Но я не сказала искать Бога на небе. Я сказала, ищите Бога, который не в теле человека ходит по земле одного. Он изливает Духа Святого на всякую плоть. Она мне показывает это место. Это то, что я сказала. Звучит фраза. Ищите Бога, который на небе. И который в Слове перед этим было сказано. В молитве ищите. Приходите к Его жертвеннику. Взывайте к Нему, как написано. Кого вы на небе собрались искать, если Бог – это Дух Господь, Дух Бога воплотит? Вот, понимаете, со мной разговаривает как с той, которая говорит такие вещи. Я такого не говорю. То есть можно писать, что хочешь, и приписывать мне эти слова. То есть можно сформулировать вопрос так. Что ж ты говоришь, что ты ищешь Бога на небе? Прикинь. А я так не говорила. Вот таким образом, как ответить на все такие комментарии, которые переставляют слова-фразы. Как? Попробуйте ответить. Дальше. Дух невидим. Как первый раз Бог пришел Духом во плоти Иисуса, так и второй раз во плоти Исаила. Что бы сказать, что бы пишется вместе в этом случае? «Слово истину. Не скажайте его слово, якобы ему нужно поклонение. Неправда ваша ложь. Но всем присутствующим на поле во время выхода Духа из тела он открывает Дух. Чистит». Но вы экстрасенсы. Но занимайтесь своим делом. Только не говорите, что слово Божье, оно уже неправильное, что люди его переписали, а у вас истинно. Хоть этим не манипулируйте. Потому что это большое зло. Читайте откровения. Там большое наказание. За то, что кто-то прибавит и кто-то убавит. Самопророчество всего. Почитайте откровения. Что вам готовит Бог за такую вот эксплуатацию Его истины? Да. Представляете, придумали люди. Вот Бог явился во плоти второй раз. Приезжайте к Нему и чистите Свой Дух, и вы спасётесь. А все остальные, которые обидят Исаила, они будут неспасены. Представляешь? Вот это и кто в это верит? Спасение не плоти, а Духа. Ну вот. Вот это уже ересь. У меня есть. Послушайте проповедь. Ересь. Послушайте. Смерть моей мамы я написала ересь. А Духа? Спасение не плоти, а Духа. Поймите про меня. Нет. Написано, что молюсь, чтобы душа, дух и тело спасены были в день пришествия Господа Иисуса Христа. Так что, может, я переставила там, что первое. Дух, душа и тело были спасены в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Да. Именно Дух вечен, говорит эта вот Ирина Титова, потому что это часть Бога, семя Его. Ну вот, где вы взяли, что это часть Бога? Где вы такое взяли? Где такое написано, что Дух наш это часть Бога? Почему? Хотите сказать, что Бог себя порвал на части? Серьезно? Да. Хорошо. Значит, Дух наш это часть Бога. И Исаил, посмотрите в его глаза, там Бог или часть Бога? Интересно, да? Так он такой, как мы? Так что все же превозноситесь. Значит, Дух вечен, потому что это часть Бога, семя Его. Семя Его. Что за семя? Так часть Бога или семя Его? Какое семя? Что вы имеете в виду? В Библии такого нету. То есть, вы что-то измышляете, вам так нравится, так красиво говорит. И люди это слушают. Я, кстати, часть Бога, я уже это слышала. Силотворение. Силотворение, часть Бога. Так душа это творение Божие какое-то. Или часть Бога. Вот поэтому и написано, вы Боги. Ну, в псалме написано, вы Боги, но умрете как в человеке. Так что боитесь, бойтесь, бойтесь Бога. Когда мне говорят, что ты нам рассказываешь о страхе Божьем, то научитесь страху Божьему, притчи читайте, научитесь. Потому что вы можете смеяться с меня, что я боюсь Бога, но вы будете плакать, когда вспомните, что вас учили бояться Бога. По образу и подобию. Родители нашего духовного отца и матери Раэль. Духовного отца и матери Раэль. Да. Ну, написано в Бытье, что Бог сотворил человека по образу подобию своему мужчину и женщину. И я говорила, что мы не одни во Вселенной. И Бог таким же образом спасал предыдущее человечество. И за ту землю погибал и воскрешал предыдущий Господь. То есть у Бога есть Сыны Божьи, которые выполняют Его миссию. Вот. Сын Человеческий. Я вместо того, чтобы читать Александра Аминьевич Сыны Человеческий, я считаю вот такую муть. Извините. И должна это комментировать. Потому что вы распространяете, а Бог меня ведет с этим работать. Я должна была поехать к тете помогать. А я вот это должна разгребать, понимаете. Вот поэтому у меня отпуск начался. Я должна всему миру. У меня проповедь идет на весь мир. Я перевожу и пишу субтитры. И это занимает очень много времени. Я задолжала очень много. Я должна комментировать такую чушь. Это имя Бога, которое от народа скрыли. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но дальше Бог говорит, что Бог оценил Слово Своей высшей имени. Так что было утешение, спаслись. А теперь познавайте. Потому что это последнее воплощение. Бог не только отец, но и мать. В каком смысле? Два Бога? Отец и мать? И они поженились? Что вы имеете в виду? Поэтому изведу к себе всех. Это надо прежде всего людям, чтобы Бог, Дух открыть. Дух открыть. Библия такого нет. Дух открыть. Дух спасти есть. А потом спасти пишет. Все, кто были на поле, знают это. Какое поле? О чем у меня тут речь? Советую прочитать Слово Господа. Вникнуть. Не торопясь, может, отозвется Дух ваш спящий. И что? Я приеду. И как там? У вас еще какие-то расценки есть, тарифы. А написано, что приходите ко мне. Бесплатно. Бесплатно приходите. Так что бойтесь Бога. Вот. Помогайте людям. Святить субботу, учиться. Это очень важно. Потому что в этом большое откровение вечности. Будьте благословяны все, кто любит Господа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.